МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорная реформа. С 10 утра и до 2 дня в Киеве митинговали запорожские медики. С плакатами и флагами пришли под стены Минздрава, чтобы выразить протест против реформы в медицинской отрасли. К запорожцам присоединились коллеги из Киева, Львова, Ивано-Франковска и Житомира. Собралось более 200 человек. Основная цель такой акции – вызвать на диалог исполняющие обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и озвучить ей свои требования к реформе. Причиной такого протеста послужил законопроект, который сейчас разрабатывает Минздрав. Согласно ему, система экстренной медицины подлежит реформированию. Так, количество работников на скорой собираются уменьшить до двух. Теперь на вызов будут выезжать водитель и парамедик. Врачей и вовсе хотят убрать. Подробнее о том, как сейчас работают на скорых и что изменит реформа, расскажет Екатерина Даньшина. Такой звук сопровождает почти каждый вызов. Это реанимационная бригада. Состоит из двух фельдшеров, водителя и врача-кардиореаниматолога. Мы направляемся в село Беленькое. Там женщине 93 года, плохо с сердцем, сердечный приступ. Проехав 30 километров, бригада прибывает на место. Пациентка болеет давно. Случилось обострение. Помощь оказали в полном объеме, так как на вызов приехали специалисты со всеми необходимыми препаратами. Баллон, здесь маски, родовая укладка, микровая укладка. Для больших травм аппараты. И здесь вот. Эту документацию мы заполняем. Возвращаемся на базу. Впрочем, ненадолго. Поступил вызов с жалобой на высокое давление. Теперь сопровождаем врачебную бригаду. Кроме доктора и водителя, здесь еще фельдшер. Пять минут, и мы на месте. Врач проводит комплексное обследование. Меряет давление, делает кардиограмму. После осмотра становится ясно. Диагноз оказывается иным. В этом случае повезло. На вызов приехал квалифицированный врач. Поэтому смог поставить верный диагноз и оказать первую помощь. Другая ситуация сложилась бы, если бы на вызов приехали парамедики. Приступ, конечно, они бы не сняли. Но в лучшем случае, наверное, бы госпитализировали в социнар. Не знаю, насколько это было бы угрожаемо для больной. Потому что она была в состоянии, ну, с нарушением ритма. Возможно, была бы тяжелая дорога. Но, по крайней мере, помощь бы на дому не оказали. В скором времени на вызов будут ездить только парамедики. В Минздраве разрабатывают новый законопроект, согласно которому докторов и скорых вовсе уберут. Оставят только двух работников. Парамедика и водителя, который пройдет медицинские курсы. Об этом заявила в одном из своих интервью Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения. В экипажах швидких повинні з'явитися экстрені медичні техніки, які будуть водночас водіями та надаватимуть мінімальну необхідну медичну допомогу на місці. У швидкій також працюватимуть парамедики, які відповідатимуть за те, щоб доглядати за людиною по дорозі до лікарні. До їхніх обов'язків входитиме підтримання життя пацієнта по дорозі в лікарню. Після надання первинної допомоги парамедик з экстреним медичним техніком везуть пацієнта до лікарні. Там чергує команда лікарів, яких повідомляють, що везуть такого-то пацієнта, якому потрібна така-то допомога. І лише з цього відділення людину можна везти в операційну чи реанімацію. Кроме того, Мінздрав збирається сократити количество бригад. Об'ясняє це тем, що за прошлый год українці более 9,5 мільйонів раз вызвали скорую, і тільки 2 мільйона случаев закінчились госпіталізацією. Екатерина Даншина, Юрий Васильченко, ТВ5. Участникам митинга все-таки удалось встретиться с Ульяной Супрун. Переговори привели к тому, что была создана рабочая група, которая примет участие в разработке реформ. Кроме изменений в структуре скорой помощи, будут рассматривать и другие вопросы в сфере медицины. В частности, коечный фонд, штатное расписание и закупку вакцин. Ситуацию по телефону из Киева прокомментировал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожской области Александр Сидоренко. Отголоски скандальной сессии. Нестабильная ситуация в Токмаке из-за противостояния в Гурсовете сохраняется. Напомним, 21 июля люди в военной форме заставили секретаря Гурсовета написать заявление о сложении полномочий. Заседание проходило с обливанием водой и бросанием куриных яиц. Что изменилось за этот месяц в следующем сюжете. Это кадры сессии Токмакского Гурсовета, которая состоялась 21 июля. В начале заседания в зал вошли около 50 человек в камуфляжной форме. В сторону секретаря и депутатов Гурсовета неизвестные начали бросать куриные яйца. Бой! 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 Люди в камуфляже вынудили секретаря Гурсовета написать заявление о сложении депутатских полномочий. После без кворума выбрали председательствующего. Правоохранители в конфликт не вмешивались. Дать оценку силовым действиям должны президент Украины МВД и Генеральная прокуратура. С таким обращением выступили депутаты Запорожского облсовета на минувшей сессии. Дать правовую оценку данного факта и в соответствии с законодавством притягнуть военных до ответственности. Поверены, что противоправные действия радикалов на сессии Токмакской городской работы, физический и моральный тиск, погрозы расправы на адресу депутатов, не имеют абсолютно ничего спильного с демократией и европейскими ценностями. Однако обращение поддержали не все депутаты областного совета. Тем временем секретарь Токмакского гурсовета Александр Чуб пытается восстановить справедливость. Подал иск в суд. Однако сегодня заседание не состоялось. Сегодня должно было рассмотреться заседание за административным позовом Чуб Александра Александровича, который обратился с позовом до Токмакской городской работы про вызнание незаконным решение про достроковое припинение его депутатских повноважений. В то же время депутаты Токмакского гурсовета говорят, лишение полномочия секретаря приостановлено в судебном порядке. И суд нашел достаточно оснований для того, чтобы приостановить действие этого решения как явно незаконного. Но что вызывает тревогу, для заседания даже комиссии дважды приходилось привлекать силы спецподразделения национальной полиции для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности. После скандальной сессии Александр Чуб находится на больничном. Проблемы со здоровьем, последствия событий 21 июля. На этой сессии было примусено мене написать под тиском заяву про складывание депутатских повноважений. Я в заявке таки написал, что я ее пишу под тиском, но потом кто-то выкрасил это. Это психологично. Меня не выпускают из сессийной зали. Я пытался выйти, но меня отштовховали от дверей. Я вернулся назад до первого ряда, и там меня примусили, сиди и пиши, або ты не выйдешь из сессии, не поломай руку, потому что может поломаться и другие руки. Ну, в таком плане. Свои действия люди в камуфляже, которые 21 июля сорвали сессию в Токмаке, объяснили сегодня во время пресс-конференции. Признают, силой вынуждали Александра Чуба написать заявление о сложении полномочий. На самом деле, когда его выбирали секретарем, это же голосуют депутаты, не было кворума, на самом деле, вообще. То есть, голосование вообще, ну, в принципе, не могло иметь места. Сам Александр Чуб утверждает, никаких нарушений при выборе секретаря Токмакского гурсовета не было. При таемном голосовании, потому что выборы секретаря, это я таемным голосованием, за мою кандидатуру проголосовало 18 голосов. То есть, это логитативно, именно 18. 18, это можно открыть пакеты голосования. 18, это одноразово, ну, однозначно. При этом в интернет-СМИ появилась информация о том, что к действиям людей в камуфляже на сессии Токмакского гурсовета имеет отношение депутат областного совета Олег Суржан. Подбором бойцов, логистикой, оплатой нелегкого труда и прочими оргвопросами занимался довольно известный персонаж. По нашей информации, это был Олег Суржан, депутат областного совета двух последних созывов. Собственно, машина Суржана «Лэнд Крузер» с номером 5599 и была замечена после потасовки под кафе, где после своих нелегких трудов в сессионной зале столовались бойцы. Но демобилизованные бойцы утверждают, пришли в горсовет по личной инициативе. Несмотря на то, что в тот день в сессионном зале были люди в камуфляже из Мелитополя, Приморска, Бердянска, а не только из Токмака, информацию о том, что это была спланированная акция, отрицают. При этом психологическое давление на Александра Чуба продолжается. Вечером, человек 8, в камуфляжной форме, появились до меня в подверье многопроводного домика. И там ждали меня, потому что я гуляю по улице, на свежем воздухе. На вопросы соседей и рядом полиции, что вы тут делаете, хлопцы? Они сказали, что мы просто отдыхаем, ждем. Вот тут другое, хотим поговорить с ним. Ситуация в Токмаке остается нестабильной. На данный момент, по имеющейся мне информации, возбуждено два уголовных дела по этим событиям. В целом, обстановка в городе остается достаточно напряженной. Не приняты ряд важных решений, которые необходимы для нормального жизнедеятельности города. И, по моему глубокому убеждению, истинный патриотизм – это желание сохранить свой город в мире, сохранить свой город в спокойствии. А попытка завуалировать какие-то незаконные действия под патриотические движения, мне кажется, есть недопустима. Позитивная тенденция. План по доходам городского бюджета за 7 месяцев перевыполнен более чем на 700 миллионов гривен. Эти средства депутаты Гурсовета предлагают направить на развитие инфраструктуры и социальной сферы Запорожья. Кроме того, бюджетная комиссия Гурсовета рассматривает вопрос о получении субвенции из государственного бюджета на сумму в 48 миллионов гривен, которые планируется направить на реконструкцию медицинских и образовательных учреждений. Все эти деньги на сегодня балансируются в бюджете и перенаправляются на потребности города. Так, основные моменты, на которые направляются деньги, это реконструкция бюджетных учреждений, школ, больниц, это дополнительная закупка медицинского оборудования, также для здравоохранения в городе Запорожье, это компьютеризация учебных заведений, а также капитальные ремонты коммунальной собственности. Да будет свет! В этом году более 100 запорожских улиц оборудуют современной системой освещения. На эти цели из городского бюджета выделено более 37 миллионов гривен, к работам уже приступили. Когда наш город станет экономичным и современным, знает Евгения Маловик. Улица Силовая, Днепровский район. Она стала одной из первых в Запорожье, где появилась новая система освещения. Здесь работы по реконструкции сетей внешнего освещения уже выходят на завершающий этап. До этого на улице были перебои с освещением. Да тут свет вообще почти не горел. У нас лампочка горела, то ветер, то это. И они, можно сказать, сразу пропадали. То замыкание, то это, то дождь. Ну, короче говоря, и намного лучше светильники. Так намного ярче, намного ярче. Так виднее, чем днем. Сейчас, да, это улица освещенная теперь полностью. На улице заменили полтора километра кабеля, установили 40 светодиодных светильников. Лед-лампочки помогут сэкономить 9 киловатт энергии для города. И бесперебойно будут работать минимум пять лет. Над реконструкцией на протяжении двух недель работали две бригады Запорожьегорсвета. Новое освещение уже работает. Сотрудникам предприятия осталось провести наладочные работы. Первый этап был демонтаж линии старой. Ну, потом постепенно был монтаж провода СИП. Потом замена светильников. Ну, потом наладка светильников. Ну, это лабораторные измерения. Осталось замонтировать повторный контур, где-то защитный контур. Ну, что при обрыве никто не попал под напряжение, и сработала защита. В этом году реконструкцию системы освещения проведут на 33 запорожских улицах. В этом году, как никогда, выделено максимально, ну, настолько, насколько наше коммунальное предприятие в силах освоить эти выделенные деньги. Потому что выделено порядка 17 миллионов, даже больше 17,5 миллионов на реконструкцию, и более 20 миллионов на строительство. Системы освещения устанавливают и там, где их никогда не было. Столбы с новыми энергосберегающими светильниками появятся на 82 улицах Запорожья. Я думаю, это один из примеров работы нашего коммунального предприятия, который позволит в три раза сэкономить, во-первых, электроэнергию для города и сделать более комфортную жизнь наших горожан в частном секторе. На протяжении 10 лет таких объемов работ никто не планировал, и денег столько не выделялось. Работы планируют выполнить до конца текущего года. Евгения Маловик, Александр Гоц, ТВ5. Ремонту внутриквартальных дорог быть. В Запорожье продолжаются работы по устранению ям. В каких дворах дорожное полотно становится лучше в данный момент, знают наши корреспонденты. После сдачи в эксплуатацию дома по улице Чумаченко, 40, жители многие годы не видели ремонта внутриквартальных дорог. Сегодня работы активно проводятся буквально с утра. Этой дороге уже более 40 лет. Асфальт пришел в негодность, а ремонт ни разу не проводили. Жильцы сами пытались латать ямы. По колено ямы проваливались, до мусорника мусор несем, поломали руку или ногу. Проводился ремонт нашими силами кооператива. То есть вы можете представить, что это. Ну, в лучшем случае мы засыпали ямки. Три недели назад жильцы обратились в коммунарскую райадминистрацию с просьбой провести ремонт внутриквартальной дороги. Буквально через, наверное, недели-полторы нам дали ответ в том, что мы подготовили двор к работам. То есть убрали машины и дали возможность технике заехать. Ремонты в рамках общегородской программы проводятся и в других дворах коммунарского района. На проведение работ из городского бюджета выделено 5 миллионов гривен. Уже освоили половину средств. В планы в случае необходимости вносят корректировки. Как только приходят деньги, мы планируем идем в самые наболевшие наши точки района. Стараемся сочетать, что прежде всего мы делали удобство для жителей перед домами. Одновременно делали, вот как здесь мы видим, подъезд станции скорой помощи. Предыдущий адрес у нас был связан с тем, что мы делали подъезд к школе. Перед этим был подъезд к больнице. Работы выполняет коммунальное предприятие Элуат. На ремонт этого участка потребовалось порядка 150 тонн асфальтобетона. Подрядчики утверждают, новое покрытие должно прослужить минимум 15 лет. Профрезеровали двор, потому что было в ужасном состоянии. Сделали выравнивающий слой, поправили люки. Помог в этом водоканал, теплосеть. Выставили люки и все сверху закрываем потом верхним слоем асфальтобетона. А это уже дорога у дома номер 10 по улице Дегтярева в Днепровском районе Запорожья. Ее уже отремонтировали. Под подъездами, особенно возле третьего подъезда, там вообще старушки падали. Они вообще не выходили из дома. Сейчас сделали асфальт. А там колдобины были. А сейчас люди свободны от того. Есть такие бабушки, что на двух палочках ходят. Вот они прогуливаются потихоньку. На ремонт внутриквартальных дорог в Днепровском районе Запорожья из бюджета выделено 5 миллионов 200 тысяч гривен. Благодаря прозрачному тендеру удалось сэкономить 500 тысяч. Без ущерба для качества работ. Жильцы дома по улице Дегтярева уверены, деньги, которые они платят за обслуживание придомовой территории, потрачены рационально. Я думаю, что содержание дома, наверное, придется увеличивать. Потому что когда делают такие объемы работ, как у нас крышу, подвал, еще много работ надо еще сделать. То, наверное, придется повышать. Я думаю так. Как сказать, в разумных пределах. Люди, когда увидят это, увидели дорогу, сказали те, которые не платили, говорят, да нет, мы, наверное, будем платить, потому что видят этот самый эффект. Анатолий Журавлев, Ирина Погоренная, Константин Грушко, Сергей Чалый, ТВ5. К учебному году готовы. Как стать волшебником для ребенка и дыхания жизни. У нас еще много интересных новостей. Не пропустите. Учебный год все ближе. Сколько стоит собрать ребенка в школу и где можно сэкономить на вещах? Восстановление святыния. Вселенного Богдановка Мелитопольского района реставрирует уникальный храм. Хороший результат. Запорожская спортсменка на международном турнире в Черкассах завоевала золотую медаль. Плавать на матрасе, закапываться в песок и не только. Как нужно проводить отпуск, показывает пес. Готовность номер один. Новый учебный год стартует через две недели. Традиционно в запорожских школах заканчивается подготовка. Не исключение и учебно-воспитательный комплекс номер 111 в поселке Теплично. В День знаний в школе исполняется 20 лет. Кто все это время помогает учебному заведению, знают наши корреспонденты. Вот, пожалуйста, детям, ветрудового коллектива «ВАЦ Запорож Кокс» 1938-1996 года. Директор учебно-воспитательного комплекса Тамара Капинус показывает генеральному директору «Запорож Кокса» Виталию Литовке памятный барельеф перед входом в школу. 20 лет назад она была построена при непосредственной помощи предприятия. Тогда же «Запорож Кокс» взял школу под свое крыло. Но несколько лет назад традиционные связи педагогов и промышленников были утеряны. На сегодняшний день это самая молодая школа в Запорожье. Но молодая не значит беспроблемная. Подготовить классы к 1 сентября помогают родители, но их возможности ограничены. Помощь малая от родителей. Я понимаю их состояние, поэтому вот как могу так работать с предприятиями. Это и неправильно, знаете, когда там все перекладывают на встречу. Да, но я поэтому не требую от них ничего. Я знаю, как своих родителей знают, что они живут небогато. В 2016 году коллектив завода «Запорож Кокс» традиционно помогает учебно-воспитательному комплексу. Весной работники предприятия провели субботник на его территории. Помогли и финансово. Выделили на ремонт школы порядка 60 тысяч гривен. Во-первых, косметический ремонт по всей школе мы сделали. И вот здесь, по белкам мы сделали в этом помещении. И посмотрите, как мы сделали в этом году спортивный зал. Тамара Капинус показывает не только то, что уже сделано, но и то, что хотелось бы сделать. Например, обновить кабинеты физики и информатики. Директор «Запорож Кокса» заверил, необходимая помощь будет оказана. Я думаю, что это хорошая инициатива, которая была положена в истории нашего развития. Она должна найти свое продолжение. То, что сегодня мы с вами видим, ну, наверное, каждый из вас, я лично, например, получил массу позитива, массу удовлетворенности. Вот именно за счет того, что все выглядит по-домашнему, все выглядит целым, все выглядит ухоженным, все выглядит по-хозяйски. И я думаю, что именно эта школа, она готова к приему деток, готова к первому сентября. Павел Васильев, Константин Грушко, ТВ5. Вслед за летом учебный год. Собирать детей в школу родители начинают с середины августа. Нужно успеть купить форму, обувь и канцелярию. Сколько стоит собрать ребенка в школу и как можно сэкономить, узнавала Юлия Пасько. Восьмилетний Данил в этом году идет в третий класс. Вместе с мамой они уже начали покупать все необходимые вещи и канцелярию. Нам повезло больше, чем родителям первоклассников, которым нужно покупать все от ластика до пиджака и рюкзака. У меня ребенок идет в третий класс, поэтому нам нужно только пополнить, обновить запасы канцелярии и одежды, которые остались с прошлого года. С прошлого года у Данила остался костюм, рюкзак и спортивная форма. Нам нужно обновить запасы канцелярии и обувь. Ножка за год, за лето выросла. Но я очень надеюсь в тысячу гривен уложиться. Конечно, для тех, кто пойдет в первый класс, это будет стоить гораздо дороже. Первым делом Лидия с сыном покупают папки и обложки на книги и тетрадки. Дальше отправляются за обувью. 300-350 гривен. А на мальчик? На мальчик это же самая цена. Посмотрите, вот. Очень красивая. Но это еще считается, что это еще очень дешево. Я даже не знаю, не могу вам сказать. Смотрите, он подходит и говорит, 350 гривен это дешево. Есть 500, есть 700, есть выше. Собрать первоклассника к школе стоит значительно дороже. По средним ценам мы посчитали, сколько родителям обойдется школьная и спортивная форма, рюкзак и канцелярия. Мальчику необходимо купить брюки, пиджак и жилетку. Это все будет стоить около 900 гривен. Две рубашки с коротким и длинным рукавом по 250-300 гривен. Туфли 500, галстук в среднем 90 гривен. Рюкзаки стоят от 650 до 900 гривен. Канцелярия обойдется в 450. Спортивный костюм и спортивная обувь около 800 гривен. Таким образом, на то, чтобы собрать мальчика в школу, необходимо потратить в среднем 3910 гривен. Собрать девочку немного дороже. Потратить придется чуть больше 4000. Я помню, как мы это делали два года назад, но я думаю, что сейчас порядок цен еще больше, поэтому это однозначно не 2 и не 3 тысячи гривен родителям обойдется. То есть для родителей первоклассников удар по бюджету будет сильнее, чем, скажем, для тех, кто идет в 3-4 класс. Купить все необходимое к школе можно и в интернет-магазинах. На некоторые вещи цены ниже, чем в магазинах и на рынках. К примеру, платье стоит в среднем на 50 гривен дешевле, а вот рюкзаки обойдутся дороже на 100-150 гривен. Многие запорожцы все же предпочитают делать покупки на рынках и в магазинах. Так они могут примерить товар и убедиться в качестве, незначительно переплатив при этом. Мечта одна – жить. Четырехлетнему Диме Вознице срочно необходимо лечение от лейкоза в одной из зарубежных клиник. У семьи временных переселенцев из Горловки средств на дорогостоящие лекарства нет, а каждый день отсрочки химиотерапия усложняют ситуацию. Как помочь мальчику узнавала Галина Знаменская. Ирина с сыном Димой переехала в Запорожье из Горловки Донецкой области два года назад. Она быстро нашла работу, сын пошел в детский сад, решился и вопрос с жильем. В декабре текущего года врачи диагностировали у мальчика бронхит, потом мононуклеоз. Но окончательным диагнозом стал лимфобластный лейкоз. Дима очень тяжело, конечно. Он был в очень тяжелом, крайне тяжелом состоянии. Температура постоянно высокая, увеличены все. Лимфоузлы, печень, селезенка. То есть он был в тяжелом состоянии, слава богу. Все обошлось, мы вышли в ремиссию. С января Дима проходит лечение в отделении гематологии областной детской клинической больницы. Лекарственные препараты стоят очень дорого. Один флакон в день – 4 тысячи гривен. А тут еще присоединилась грибковая инфекция. Чтобы спасти ребенка, необходима срочная высокодозная химиотерапия, которую согласны провести белорусские врачи. Затем, возможно, предстоит операция по пересадке костного мозга. Стоимость ее – 75 тысяч долларов. Без помощи неравнодушных людей такую сумму семье больного ребенка не собрать. Мы уже в начале июня должны были заступать на высокодозовые блоки. А уже середина августа. Есть же протоколы, есть правила лечения. Если ребенок очень много пропускает, соответственно, возрастает еще больше риск рецидива. Случится рецидив, значит, естественно, пересадка. Сейчас Диме 4,5 года. Он очень целеустремленный мальчик. Знает весь алфавит, учится писать, считать, любит конструировать, как и все мальчишки. Недавно он меня спросил, мамочка, а почему у меня нет волшебной палочки? А я говорю, ну, это ж надо учиться на волшебниках, как Гарри Поттер. Ну, а что бы ты загадал, если бы у тебя была волшебная палочка? Говорит, я бы сделала так, чтобы больница моя стала домом. Вот, то есть он очень хочет, мечтает, уже выздороветь, в конце концов, поехать домой, играть на площадке со своими друзьями, мальчишками, бегать. Ну, жить нормальной, здоровой жизнью, которой он жил раньше до болезни, да. Если у вас есть возможность помочь мальчику осуществить его мечту, позвоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Иван Демяненко, ТВ5. Он того стоит. В селе Новобогдановка Мелитопольского района восстанавливают уникальный 110-летний храм. За последние 7 лет построили колокольню и отреставрировали фасад святыни. Но для того, чтобы полностью воссоздать первоначальный вид, нужны деньги. Собрать их жителям небольшого села просто не под силу. Как помочь восстановить святыню, расскажет Олеся Брычок. Вот это то, что у нас было. Вот это было основание той колокольни, которая была построена здесь в 1906 году. Вот то, что от нее осталось. Потому что вверх весь был сломан. И здесь была просто двускатная крыша. Лежали балки и лежала шиферная крыша. Вот это все, что идет выше, это все сделано уже начиная с 2009 года. Храм Пресвятой Богородицы в Новобогдановке считают настоящей святыней. Ему удалось пережить революцию, немецкую оккупацию и даже взрывы снарядов на артиллерийских складах, которые находятся всего в нескольких километрах от храма. Несколько лет назад в селе начали восстанавливать здания. Он стоял пустой. Деревья практически здесь, озеленения никакого не было. Это все старенькое было. Потом потихоньку начал привозить озеленения, деревца, колоколы, потихонечку. И даже сейчас, в наше время, он потихоньку, постепенно преображается. Храм за всю его историю закрывали несколько раз. В разное время здесь был и сельский клуб, и спортзал, и даже строительный магазин. Поэтому восстанавливать его пришлось почти с нуля. На ремонтные работы уже потрачено около полумиллиона гривен. Но для того, чтобы воссоздать первоначальный вид святыни, нужно изготовить и установить второй купол на крыше и произвести отделочные работы внутри храма. Есть у нас часть потолка, который пострадал во время взрыва в 2004 году. То есть вот эта часть просто штука только отпала. И вот эту часть нам вот так вот сделали по дефектному акту, который мы нам составили, мы долго добивали, чтобы нам сделали. Ну сделали вот как сделали. Сделали так, что надо теперь все переделывать. На строительство купола общине уже удалось собрать деньги и даже закупить материалы. А вот на ремонтные работы внутри церкви просто нет средств. Вся информация о храме размещена на сайте Запорожской епархии. Жители Новобогдановки очень надеются, что найдутся люди, которые смогут помочь сохранить уникальную святыню и беречь ее от дальнейшего разрушения. Эта собака точно знает толк в отдыхе. Если ваш отпуск не удался или его вообще не было, то вам остается просто смотреть данное видео и завидовать. Животное сначала беззаботно плавает на матрасе, а потом плывет отдохнуть от солнца на берег. Там его закапывают в песок. Пес совершенно невозмутим. Пробыв некоторое время на берегу, он возвращается опять на матрас. Видео в интернете просмотрели тысячи человек. И в комментариях многие отметили, что этот пес отдыхает лучше, чем большая часть страны. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Оставайтесь с ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова